Всем привет! Вы на моем канале Ванильные Пряности. Я сегодня для вас буду готовить свинину в кокосовом молоке. Я очень сильно люблю этот рецепт за быстроту его приготовления и, конечно же, за вкус. Оставайтесь со мной, и вы узнаете, как приготовить такое вкусное мясо. Из продуктов нам потребуется свиная шейка. Я ее уже нарезала на небольшие кубики. Мякоть помидор. Их можно протереть вилочкой, можно через сито. Можете слегка измельчить в блендере. Также потребуется кокосовое молоко, 2 зубчика чеснока. Мелко нарезать необходимо. Из специй соль, черный молотый перец, а также куркума. Наше мясо мы будем запекать в духовке, поэтому потребуется блюдо для запекания. Если у вас к этому блюду нету крышки подходящей, то вам потребуется еще и фольга. Первым делом мы в сотейнике аккуратно перемешиваем томаты с кокосовым молоком. Ставим на средний огонь. Можете, например, в обычной кастрюльке делать, как это делаю я. Теперь сюда же отправляем черный перец. Соль. И куркуму. А также наш чесночок. Все аккуратно, тщательно перемешиваем. И, как я уже сказала, ставим средний огонь. И доводим до кипения. Пока готовится наш соус, мы отправляем все в мясо, в форму для запекания. Аккуратненько разравниваем. Наш соус закипел, и мы аккуратно его выливаем в нашу форму поверх мяса. Вот так, смотрите. Соуса хватило сполна. Еще даже немножечко осталось. Я аккуратненько лопаткой разровняю, чтобы соус попал к каждому-каждому кусочку мяса. Если вы хотите, конечно, вы можете сюда добавить еще немножко чили перца. Но я в это блюдо не люблю добавлять чили перец, так как куркума, чеснок и так сделают свое дело. Теперь, как я уже сказала, накрывайте либо крышкой, либо фольгой, как я. Я уже накрыла наше блюдо фольгой. И теперь в разогретую до 200 градусов духовку отправляем блюдо и готовим примерно 45 минут. Время приготовления увеличится или уменьшится в зависимости от того, на какие кусочки, какого размера вы порезали ваше мясо. А тем временем вы можете приготовить гарнир. Мне больше всего нравится есть такое мясо, конечно же, с рисом. Ну вот, прошло уже 45 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Мясо все протушилось. Я его уже попробовала. Очень вкусное. Осталось довольно много соуса. Его можно будет полить на рис или на любой другой гарнир, который вы будете кушать вместе с вашим мясом. Ну вот и все. Можно все раскладывать по тарелкам и дегустировать. Мясо получается очень нежное, сочное, с ненавязчивым, нежным вкусом кокоса, нотками куркумы. Чуть-чуть острое, от чеснока и черного перца, но при этом очень-очень вкусное. Я всем вам советую его обязательно хоть один раз приготовить. На сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. С вами была Кристина на канале Ванильные пряности.